Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас очередная мотивация на уборку. Сегодня мы будем прибираться в гостиной, не задевая детскую комнату Ксюшу. Ну как видите там бардак, но это я их попрошу прибрать и они приберут. Сегодня у нас касательно гостиной и немного затронем с вами кухню. Дашеньку мы забрали с Ксюшей из школы, они пока играют спокойно в комнате. Я могу немножко здесь навести небольшой порядок. Сначала включаю себе что-нибудь на телевизоре, пытаюсь и хочу снять постельное белье, постирать. Я меняю постельное белье раз в неделю, он бывает и чаще, бывает реже, но где-то в среднем раз в неделю точно. И хочу собрать диван для того, чтобы пропылесосить под диваном, потому что кошки у нас постоянно зависают вот в этом пространстве между выдвижным вот этим отделением и получается там скапливается очень много их шерсти. Здесь я пытаюсь поймать Симу, потому что она залезла вот в это пространстве, не хочет никак вылезать и я ее все пыталась как-нибудь оттуда выгнать. Всяко-разно пыталась, но в оконцовке сама выбежала. И отправила я, кстати, плед тоже вместе с постельным бельем в стиральную машину. Тоже давно уже не стирала его. Пропылесосили немного пол, Сима носится как метеор, мутя за ней, в общем, скачки как обычно у них. Ну и контроль над уборкой это самое главное. Здесь, как видите, тоже игрушки запихиваю к ним в комнату, чтобы они потом сами разобрались с этим беспорядком. Здесь девчонки играли на матрасе. Это матрас от Даши на ее старой кровати. Мы его оставили, потому что у нас шведская стенка. И очень удобно, когда Даша или Ксюша прыгают, что-то делать на шведской стенке, подкладывать вниз в виде матрасика, чтобы было мягко, если что, упасть. Я вот тоже прохожусь по нему пылесосом с турбощеткой. Очень хорошо вытягивает все пылинки, вот эту всю какую-то грязь, пыль. И отношу Даши в комнату. Далее здесь я поставила, получается, камеру, так как к полу, потому что у меня набрались две сумки для расхламления. Одна у меня собранная, получается, сумка. Я должна ее передать Анечке, подписчице. Она там просила кое-какие вещи оставить, чтобы она смогла их передать куда нужно. Вот, допустим, постельное белье, я от него избавилась. Я его также через Анечку передам. Она отвезет его в приют для того, чтобы животным подстилать. Здесь Даши на какие-то уличные штаны, на которых пятна уже все не буду носить. Не будет она точнее носить. Здесь у нас гора носков, трусов. Тоже решила избавиться, уже обновить. И все это вот сложу в такую сумочку. Здесь я смотрю, мне брат дарил Дашеньке сапоги из натуральной кожи. Я привез, когда служил по контракту. И получается, что они вот в этом месте, в котором я показываю, нога не пролазит. Даже самая маленькая не залазит. Неправильно сшиты сапоги. Я вот все думаю, то ли сделать так, чтобы молнию прошить, чтобы она расшире была. Ну, не знаю. Может попросить в ремонт отдать. Думаю, стоит от них избавляться или нет. Здесь мой сарафан. Я в нем защищала диплом. А диплом я защищала в пятнадцатом году. И получается, я решила его отдать кому-нибудь даром, потому что он на очень-очень худую. Девочку, девушку, школьницам, возможно, понадобится. И Ксюшины вещи, из которых она выросла, я тоже фотографирую. Потом выложу на доску бесплатных объявлений где-нибудь ВКонтакте. И там у меня еще в сумке остался пуховик, забыла сфотографировать. Тоже достану, потом сфотографирую, отдам даром. Здесь у нас часы. Тоже часы уже на электронные заменили, не нужны. И здесь антенну, антенну можно продать. В общем, получилось у меня две сумки с расхламлением. Эти две сумки я поставлю именно на эти нижние полки. Для того, чтобы на полу это все не пылилось. И было более свободно, казалось, что этот угол освобожден. Потому что напрягает, когда на полу, в этом углу, за дверями, все стоит, наставлено. В общем, напрягает немножко. Поэтому составлю аккуратно на полочке. Пропылесосили этот уголочек и убираем пакетики. До времени их, когда сможем избавиться от вещей. Здесь гора белья. Еще руки не дошли погладить. В эту уборку точно гладить не будем. И здесь у нас надо протереть пыль на тумбочке. Сережа разговаривал по поводу немножко изменить вид этой тумбы. Разобрать, переделать ее. Но он сказал, меня пока так устраивает. У меня нет настроя. Как бы ему нужен настрой такой ремонтный, чтобы что-то делать. Поэтому как бы пока что не хочет он переделать эту тумбу. Все хорошенько протираем. Пыль довольно там сильно скапливается. Я периодически протираю именно с кондиционером для белья. Но иногда бывает, вот идешь и думаешь, надо добавить кондиционер, допустим, в воду. А иногда бывает просто тряпку под краном мочишь. И уже кондиционер как-то... Вот бутыль у меня огромный, большой, 4 литра. И поэтому тяжело вот капать, допустим, на ту же тряпку. Либо надо разводить в пульверизаторе, где-то найти пульверизатор. И брызгать прямо на тряпочку этот раствор. Но это тоже надо настроиться, сообразить, организовать это все. Поэтому вот когда как приходится, когда водой, когда именно с кондиционером для белья. Протираем Ксюшин столик тоже. Ксюша уже за этим столиком не сидит. Она сидит за нашим большим, но не дает его никуда убрать пока. Также на столе разбираем какие-то вещи. Документы. Мы сейчас активно готовимся к операции. У нас куча анализов, куча крови нужно сдать. Точнее мы ее уже сдали. Осталось у нас мне кровь сдать и Ксюше на коронавирус сдать анализ. И там уже заключение, все бумажки. Ой, скорее бы уже это время закончилось и прошло. Я уже жду 7 мая на выписку из больницы. Мы лягем на одни сутки. Снятие швов, проверка швов. И в принципе выпишут нам медикаменты для поддержания, чтобы не занести никакую инфекцию. Но уже хочется поскорее это все пройти, этот этап. Все, стол освободили от лишнего, протерли его. И здесь я так издалека поставила камеру. Буду разбирать на кухне немножко бардак. Разберу посуду сушки. Сегодня, кстати, пока записываю ролик, у меня на кухне такой завал. У меня нет горячей воды, отключают отопление. И поэтому у нас перекрыли горячую воду. И я сижу и жду, когда же включат ее, чтобы помыть посуду. Так неохота в ледяной воде мыть. А греть тоже неохота. Здесь я пекла булочки с маком. Здесь остатки яблока я Ксюше дала, она понесла улиткам. Я ей говорю, иди улиток покорми. Она идет, открывает крышечку аккуратно и закидывает им туда яблочки. Так что она у нас еще тоже заботливая мадам. Помою быстренько посуду, не буду уже показывать весь процесс. Быстро помыли посуду, протираем микроволновку, убираем все лишнее. И на кухне, в принципе, у нас порядок. И осталось у нас зеркало протереть. У меня, кстати, сломалась моя зеленая швабра. И порвался этот чехольчик-то, именно микрофибровый. И я вот думаю, уже, наверное, Ксюшенко подросла. И уже надо именно часто и постоянно использовать паровую швабру. Уже либо как-то собраться с мыслями, потому что я ее использую, но не так часто. Допустим, когда Ксюша гуляет, ее дома нет, чтобы она не пробовала мне ее отбирать. Ну, надеюсь, что вот сейчас, когда сломалась швабра, я буду паровой работать. Ну что, мы с вами большие молодцы. Время у нас полвторого дня. Мы с вами прибрали гостиную, протерли пыль, разобрали стол, на кухне прибрались. Мы с вами большие молодцы. Я надеюсь, что я вас тоже смотивировала на уборку. Тем более, вот сегодня я озвучиваю, это у нас чистый четверг. Должны все прибираться, наводить порядок. Скоро у нас Пасха. Готовитесь ли вы к Пасхе? Как вы будете ее проводить? Пишите комментарии. Там я рассадила перчики. На подоконнике у нас целый огород, целая грядка. На буфете тоже порядок. Осталось единственное, что мне нужно погладить белье. Но это я сделаю уже без камеры. Разобрали с вами вещи на расхламление, протерли зеркало. В принципе, чисто, свободно, аккуратно. И чего вам желаю? Чистоты, аккуратности и большой мотивации на уборку. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. До новых встреч. Ну что, дорогие друзья, а на этом я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось? Ставьте пальчики вверх. Пишите свои комментарии. Кто не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ссылочки на мои социальные сети всегда есть в описании. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok